Дорогие друзья, как я уже раньше отметил, что во времена Эдвента многие протестантские общины и католические общины имеют пост и молитву в течение трех-четырех недель перед самим Рождеством. Вы знаете, когда я подумал об этом, я понял, что практика поста и молитвы имеется у многих общин и церквей. Современная община, современная церковь как таковой пост объявляет во многих случаях. Эти случаи бывают очень разные и чаще всего, когда безысходность приходит в одном или другом деле. Вы знаете, это очень серьезная тема. Тема поста и молитвы касается многих из нас. И меня люди спрашивают, вот зачем молиться и поститься? Ну, молиться понятно, наша молитва к Богу, обращение, это личное отношение с Богом. А вот что делает пост? В чем суть поста? Для чего это надо? Это разнообразный ответ. Это может быть даже глубокий теологический ответ нужно делать. Но я хотел бы сегодня сказать очень просто. Пост — это то время, где мы смиряем свое тело ради того, чтобы прославить Бога и, наверное, показать Ему наше страстное желание изменить ситуацию вокруг нас. Нужно ли это Богу? Питается от этого ли Бог или нет? Наверное, нет. Бог самобеспечен. Он вездесущий, всемогущий. Он живет независимо от нас, нашей веры, верим в Него или нет. Но я знаю, что когда мы страдаем плотью, мы перестаем грешить в первую очередь. И когда пост мы объявляем для себя, то этот пост, он нужен мне для моего смирения, для моего прощения, для того, чтобы я осознал милость и благость Господню. И в этом посте я начинаю прославлять Бога, который выходит мне навстречу не в моем страдании, а в моем сердечном понимании, кто есть Бог. И в Ветхом Завете, в Танахе, пост имеет особое место среди людей израильского народа, среди избранного народа Божьего. Также это практиковалось и в Новом Завете Брихаташа, первой общиной. И я хотел бы сегодня прочитать Исайю. Для тех, кто думает поститься, потому что чаще люди говорят, я не могу поститься целый день, я не могу поститься три дня без пищи, без ничего. Друзья, я не буду говорить о посте Даниила на овощах или там еще на фруктах. Я не буду говорить о трехдневном посте без воды или же 40 дней, когда Ишуа был испытан, он постился в пустыне. Я просто хочу зачитать Исайю, пророка Исайю, который отвечал о страдании Мессии, которая исполнилась 2000 лет назад. Вот что он пишет в 58 главе. «Вот вы поститесь для ссор, расприй, для того, чтобы дерзко рукою бить других. Вы не поститесь это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте». О чем говорится? Здесь говорится не то, что поститься для того, чтобы наносить людям урон. Но когда мы постимся того, чтобы сказать, чтобы «Господи, помоги мне простить человека, я не могу его простить», то вот здесь говорится именно об этом. Вы поститесь ради того, чтобы ссориться, то есть непрощение, держать в ссоре все. Исшуа говорит «Любите друг друга». Это безусловно. Любовь – это действие. Прощение – это действие. Это не то, что мы должны просить у Бога. Это приказ свыше прощения. Что нам необходимо высвободить прощение, разрешить эти узы ссор. И дальше, «Таков ли пост, который я избрал, говорит Господь, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли называешь постом и днем угодным Господу? То ли время, когда мы себя склоняем, когда мы себя порабощаем к чему-то, вот быть покорным Богу. Это ли пост? Но вот здесь говорит Господь, какой пост он избирает. Вот пост, который я избрал. Шестой стих Исаия 58. «Разреши оковы неправды, приказ, пойди и примирись с соперником твоим». Это пересекается с Брихаташа. «Пойди, пока ты на пути, вернись, когда ты приносишь жертву Богу, и примирись с соперником твоим. Развяжи узы ярма». Те сделки, которые у тебя есть, то обещание, которое ты сделал с неправедными людьми, то, кого ты за рог дал, да, пойди, прерви. Пойди и разорви ненужные и безбожные связи. Если ты сожительствуешь с кем-то, и ты думаешь, что это норма сегодняшнего времени, разорви уже связи. Но пойди и заяви в ЗАГС, и сделай законом твое сочетание. Дальше говорит «Угнетенных отпусти на свободу». Если люди, которые зависит от тебя, живут в угнетении, если ты бизнесмен, и ты несправедливо относишься к своим работникам, пойди разреши эти узы, пойди сделай добро людям. Может быть, в канун Хануки или в канун Рождества, дай больше людям зарплаты, как премиальные, на праздники. Я не знаю, может, это облегчит твою жизнь, но этот пост, который Бог хочет, чтобы мы сделали. «Расторгни всякое ярмо, разделись голодным хлеб твой, скитающий бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, то есть раздетого, одень его, и от одинокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господне будет сопровождать тебя». Зачем нанушим пост? Друзья, практика поста, чтобы слава Господне ишла перед тобою, чтобы ты не нуждался в том обеспечении, которое тебе нужно на каждый день, потому что Господь заботится о своих. Мы должны поститься и молиться перед Богом, не по причине традиций и праздников, а по причине наших отношений с Ним. И если мы чувствуем, что нам нужна свобода, если нам нужно возобновить наши отношения с Богом, если мы хотим видеть прорыв в духовном мире, нам необходимо использовать Исаи 58 глава для того, чтобы разрешить свои узы, чтобы мы вышли на свободу, чтобы никто не мог нам сделать ничего. Ишуа говорит, «Вот идет враг, Сатан, и во мне не имеет ничего». И когда дьявол приближается к нам, мы с уверенностью можем сказать, у него нет силы, чтобы побороть меня, потому что со мной Бог. Я эти отношения связываю с постом и молитвой. Непреложно делать то дело, которое Бог нам поручил. И не забывать, что это не практика простая, это духовная жизнь верующего человека.